Решение сложное, но вымеренное и выверенное. С этих слов начинает наш разговор первый заместитель начальника главного управления юстиции Брестского облсполкома Инна Савинок. Региональное отделение общественного объединения Белорусское общество защиты потребителей работало на территории области с 1995 года и до 2012 года была единственной организацией, оказывающей услуги по защите прав потребителей. В последнее время к данной структуре возникли претензии по работе. Ненадлежащая работа порождала со стороны граждан жалобы. При проведении проверок выявлялись неоднократно нарушения как со стороны главного управления юстиции, так и контролирующих органов. Обо всех фактах информировалось само Белорусское общество защиты потребителей для принятия мер реагирования. Но ситуация не улучшалась. К работе общества защиты прав потребителей возникли в результате жалоб вопросы со стороны прокуратуры Брестской области. Причина проста. Общественные объединения являются некоммерческими организациями и вправе получать денежные средства лишь в виде добровольных пожертвований. Но в данном случае за свою деятельность собратившихся получали доходы. Обществом на постоянной основе получались денежные средства за оказанные услуги. Под видом своей деятельности обществом заключались договора на возмездной основе, в то время когда законодательством заключение данных договоров было предусмотрено только на безвозмездной основе. Деятельность общества, направленная на получение дохода, носила системный характер. С учетом изложенного, в настоящее время прокуратурой Брестской области дано поручение УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области провести дополнительную проверку по факту получения денежных средств. Стоит отметить, что обоснованные обращения на некачественное оказание услуг, которые осуществлялись председателем Брестской областной организации защиты прав потребителей, на низкий профессиональный уровень и несоответствие заявленным требованиям поступали в госорганы неоднократно. Уже в ходе проверки также выявлены нарушения налогового законодательства и многие другие факты. В зависимости от размера полученного дохода в настоящее время законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность. Отметим, что гражданам, предъявившим претензии по качеству услуг и уплатившим денежные средства за оказанные услуги, обществам материальные затраты, возмещенные всем брещанам, следует знать, что свои права в областном центре защитить есть где и есть кому. Главное управление юстиции хочет проинформировать граждан, что в настоящее время в городе Бресте осуществляют деятельность по защите законных интересов и прав граждан как потребителей два общественных объединения, зарегистрированные Главным управлением юстиции. Это Брестское областное общественное объединение защиты прав потребителей, которое расположено по улице Дзержинского, 14, кабинет 18 в городе Бресте, и председателем его является Леоненко Владимир Николаевич. Аналогичную деятельность осуществляет общественное объединение по защите прав потребителей, Берестейский потребитель, председателем его является Калешук Елена Владимировна, и расположено оно по улице Карла Маркса, 19 в городе Бресте. Следует помнить еще об одном моменте. Вышеназванные общественные объединения являются некоммерческими организациями, и оказывать юридическую помощь гражданам по защите прав потребителей они обязаны безвозмездно, и только на основании договоров безвозмездного оказания услуг, заключенных в письменной форме. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова